РАДИО БОЛТКОМ УТРА НА БОЛТКОМЕ РАДИО БОЛТКОМ РАДИО БОЛТКОМ РАДИО БОЛТКОМ из самых современных бизнес-центров в Балтии. Наряду в комплексе будет осуществлено развитие мультифункционального центра, в котором разместятся просторные зоны торговли и питания, спортивные клубы, поставщики, медицинские услуги, парковка, ремонтная мастерская и на крыше футбольное поле. Подробности мы потребуем у Ирэна Вильяма, директора по развитию прессы с нами, кварталов с Ирэной с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро, Ирэна. Доброе утро, Олег, Александр, радиослушатели. Огромное вам спасибо, что интересуетесь нашим проектом. Мы заинтересованы в диалоге с горожанами и рады рассказывать про свой проект. Александр, я немножко поправлю. В 2023 году летом мы сдаем первую очередь проекта, а сам квартал рассчитан на три очереди. И все функции, которые вы ранее перечислили, гостиница, современный бизнес-центр, торговые площади и, конечно же, благоустроенные территории для горожан будут сданы в рамках первой очереди летом 2023 года. А также мы планируем вторую очередь, это будет два бизнес-центра и третью очередь, где тоже разместятся коммерческие площади. И в целом Рига получит более 100 тысяч квадратных метров новых офисных площадей. Но не только, я понимаю, что это для бизнесменов и для тех, кто работает, но это будет открыто и для простых горожан, как зона отдыха. Ну, просто можно будет приехать и отдохнуть. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Мы заложили самый важный принцип проектирования нашего квартала. Мы хотели изначально избежать ситуации, как мы имеем уже примеры за границей, можно упомянуть в Англии Kennedy Wharf, когда бизнес активен в течение дня, а вечером территория умирает. И, соответственно, территория не имеет жизни, простаивают улицы, инфраструктура. Поэтому мы хотели создать некий комплекс, куда будут устремлены жители города и в послерабочее время. И эта синергия, когда будет найден баланс между работой и своим свободным временем, это, в принципе, мне кажется, концепция будущего, когда уже сейчас люди не идут только работать. Они смотрят с точки зрения, где им будет комфортно, удобно и какие дополнительные сервисы они могут рядом со своей работой получить. Поэтому вот этот комплект и был заложен в проектирование квартала. И мы, в принципе, смотрим с точки зрения будущих потребностей наших клиентов. А нашими клиентами мы называем в первую очередь гаражам, наших будущих клиентов, арендаторов больших компаний. И, соответственно, мы смотрим на потенциал нашего окружения, локации. Соответственно, все соседние уже построенные проекты, я думаю, тоже будут пользоваться нашей инфраструктурой, потому что сердцем нашего проекта будет мультифункциональный центр, где мы предложим торговые, развлекательные площади, спортивный клуб. И уникальное решение – мы на пятом этаже мультифункционального клуба планируем футбольное поле. Напоминает игру «Мафия». Город засыпает, просыпается мафия, бизнес засыпает, просыпаются горожане, которые приходят с мячиком на крышу гонять футбол. Если не ошибаюсь, еще рампа будет для роликовых досок установлена и для BMX велосипедов. Совершенно верно. Велосипеды – это вообще будущее нашего города, я считаю. Поэтому мы будем восстанавливать велосипедную дорожку вдоль нашего квартала. А непосредственно на пятом этаже, где будет находиться футбольное поле, у нас будет уникальное решение. У нас терраса, которая будет соединять крышу мультифункционального центра и бизнес-центра, который выходит на улицу Валдемара. И вот это вот как раз-таки терраса будет со специальным покрытием, где вы можете в свое свободное время или же в обиденный перерыв, сделать карту или же проехаться на роликах. Совершенно верно. Это будут офисные помещения категории А, если не ошибаюсь. Сообщается также о рабочих местах для двух с половиной тысяч человек. Вы уверены, что эти помещения будут востребованы, учитывая экономическую и демографическую ситуацию в стране? И пандемическую. И пандемическую, да, безусловно. Еще два года до строительства, до окончания первой части. Мы смотрим будущее оптимистично. И по статистике среди трех балтийских стран в Латвии самая большая нехватка новых офисных площадей. И, конечно же, это замкнутый круг. Когда приходят новые большие компании, они интересуются большими площадями сразу, чтобы было возможно снять или арендовать более 10-15 тысяч квадратных метров. И Рига в этом смысле проигрывала нашим соседям, Вильнюсу и Таллину. Поэтому с приходом таких больших компаний появляется потребность в таких больших коммерческих площадях. И наравне с нашими соседями у нас нет ярко выраженного центрального бизнес-квартала. У нас есть очень хорошие зачатки. Это Сканстес и район ВЭФа. Но для больших международных компаний требуется все-таки сформированная инфраструктура и возможность снять сразу большое количество квадратных метров. Поэтому мы понимаем, что нужно в одном месте предложить будущим нашим клиентам и развитую инфраструктуру. Это, конечно же, большой плюс. Это связь с городом, транспортное сообщение. И возможность сразу же снять большое количество квадратных метров. Потому что международные гиганты, когда приходят, они ищут сразу же 15-20 тысяч квадратных метров с потенциалом на расширение. И мы уверены, что вся ситуация, которая сейчас во всем мире немножко притормозила развитие, после того, как снимутся ограничения, пройдет вакцинация, бизнес вернется, и в Латвии в том числе, и эти площади будут очень востребованы. То есть удаленки не боитесь? Совершенно. Вся статистика, которую сейчас мы получаем от брокеров, больших международных компаний, говорит о том, что только 30% работников хотели бы остаться дома. 70% говорят, что они скучают по общению, по социализации, по офисному состоянию и хотят вернуться обратно в офисы. Конечно же, это немножко повлияет концептуально на проектирование рабочих мест, но заложенные наши стандарты качества позволят свободно планировать офисные площади и, соответственно, обеспечить чистым воздухом работников, потому что мы заложили сертификат «Бриам Экселент» как стандарт качества нашего здания, бизнес-центра. Плюс ко всему спроектируем возможность увлажнения воздуха по желанию наших арендаторов и, соответственно, прочие необходимые, я бы сказала, основные стандарты для улучшения качества офисных помещений. Питание, кстати, наверное, одно из таких требований офисных работников, чтобы не нужно было далеко уходить от рабочего места, можно было бы вкусно поесть. Две с половиной тысячи офисных сотрудников, конечно, чем-то надо будет накормить. Мы очень надеемся, что... Ах, какая столовая была в Доме печати? Ну, простите меня опять. А, ладно, но все, ностальгия пошла опять. Кстати, пользуясь случаем, Ирена, простите, перебил, я напомню, Ирена Вильяма, директор по развитию пресса «Снамо Квартал», с нами на связи, мы говорим о том, что будет на месте бывшего Дома печати в Пардаугове. Олег, приходите. Мы будем всех ждать летом 2023 года, потому что в мультифункциональном центре на первом этаже мы планируем открыть большой фудкорт, который, конечно же, будет фокусироваться на обслуживании работников бизнес-центра, но, как я уже говорила, у нас самая главная концепция – это то, чтобы жизнь в квартале продолжалась и после рабочего времени. Поэтому этот фудкорт будет открыт для всех посетителей и вечером это будет площадка для каких-то мероприятий, и мы понимаем, что у нас есть, в принципе, такое благодарное, так сказать, соседство, мы находимся в миле знаний, рядом с нами расположены ведущие и главные кампусы в наших университетах, поэтому мы уверены, что студенты тоже будут нашими клиентами и будут пользоваться предложенными сервисами и услугами нашего квартала. А вот я как раз хотел спросить по поводу локации, насколько вот место расположения вы считаете удобным, выгодным с точки зрения и как добраться, и с точки зрения того, ну вот, как говорят по фэншую, чтобы вот кипела жизнь, вот что, чтобы именно в этом месте? Это был, наверное, самый главный критерий, когда принималось решение о покупке земли и планировании проекта, это то, где находится земля. И в данном случае я могу сказать, что это не просто расположение с большим потенциалом, потому что когда мир вернется к своей прежней жизни и ритму, мы находимся рядом с дорогой, который ведет аэропорт, это всего 10 минут, и точно так же 15 минут до старого города, но мы находимся в развязке самой удобной транспортной системы. То есть это очень важно для того, чтобы работники легко могли добираться на свою работу. Для них, прежде всего, важен принцип того, чтобы было удобно. И мы видим, что именно левый берег и расположение всех транспортных узлов вокруг нашего района позволяет нам предоставить именно такие удобные способы именно того, чтобы добраться до нашего квартала. И плюс ко всему мы понимаем, что возможность строить высокие современные здания по сегодняшней ситуации планировки будущего очертания Риги возможно только на левом берегу. Поэтому звездная команда архитекторов, которая работала над первой очередью, воплотила свои грандиозные мечты и возможность их воплотить, как раз имеет возможность быть только на левом берегу. Поэтому очертания бизнес-центра, авторства датской архитектурной компании Arrow, немецкая компания, которая работала над проектом непосредственно гостиницы КСП, ну и, конечно же, ведущий архитектурное бюро Латвии, Архиес, полностью уйдет в наш проект. И автор является этого уникального, я бы сказала, решения мультифункционального центра вместе с футбольным полем. Можно ли сказать, что это место может стать и местом отдыха для горожан? То есть не только для тех, кто работает там, но и просто люди могут приехать, перекусить или, наоборот, посидеть вечером, развлечься. Может быть, рядом там же и пляжи, если говорить, летом городские. Через дорогу, да, буквально. Ну, плюс, вы же планируете разбить березовую рощу и детскую площадку обустроить, и какие-то скамейки, и парковая зона. Все так будет? Совершенно верно. Со стороны улицы Волгемара, с центрального входа в бизнес-центр и мультифункциональный центр, мы планируем сделать такое место притяжения, плаза. Это будет плаза, пресс-вестнамо-квартала, где будет располагаться зона рекреации различного вида архитектурные решения для того, чтобы привлечь людей во время своего обеденного перерыва выходить и все-таки наслаждаться красивой, благоустроенной территорией. И вся инфраструктура, про которую мы говорили на пятом этаже нашего мультифункционального центра, она будет полностью открыта для горожан. Рядом с футбольным полем будет находиться мультифункциональное спортивное поле, детская площадка, кафе, где горожане будут всегда иметь возможность провести свое свободное время, досуг и, соответственно, вечером наслаждаться красивым звездным небом летним. Возможно, во время сноса лишних зданий, которые были построены в советское время, и раньше там же что-то стояло наверняка, во время строительства, были найдены какие-то уникальные артефакты исторические? Капсулы будущего там, не знаю. Я хочу заметить, что в принципе у нас как такового сноса не было. Мы частично наземную часть типографии демонтировали, а саму основу типографии и сваи, на которых она находилась, в принципе, мы не затрагивали. Поэтому можно сказать, что мы с большим уважением относимся к наследию, которое мы имеем, и сам дом печати, и здание, и район типографии в принципе не был затронут и видоизменен. Ирена, а можно вас попросить, давайте договоримся, если вы узнаете о том, что действительно нашли что-то уникальное, мы будем первыми, с кем вы свяжетесь и кому расскажете об этом, разумеется, в прямом эфире. Да, Витс? Обещаю. Обещаю. У нас как раз начались сейчас строительные работы непосредственно со стороны улицы Валдемара, и наша строительная компания УПБ начала закладку свай, поэтому я думаю, что какие-то артефакты могут быть обнаружены. Александр, обещаю, вы будете первыми. Огромное спасибо, Ирена. Спасибо, спасибо большое. А скажите, вот насколько действительно те люди, которые смогут отдыхать, когда первых-первых горожан уже можно будет приглашать на какие-то, не знаю, открытия, мероприятия, и вот это все произойдет ближе к лету 23-го года? Да, Олег, совершенно верно. Мы будем приглашать всех, и город, и, соответственно, наших клиентов на большое открытие, и планируем мы его летом 2023-го года. В принципе, мы хотим, чтобы город делился с нами своими впечатлениями. Мы ведем диалог с городом, и, в принципе, наше проектирование, оно говорит само за себя даже часть необходимых каких-то вещей, которые характеризуют начало строительства, это строительные заборы, то есть такой момент, что обязателен для любого объекта. Мы решили подойти к решению более креативно и с пониманием города о том, что мы на два года будем интегрированы интегрированы в общий ландшафт, поэтому у нас завершается сейчас как раз оборудование нашего строительного забора, и мы надеемся, что городу это очень понравится, потому что мы как раз решили интегрировать и рассказать, какие функции, какие сервисы там будут, и архитекторы архитектурного бюро Архис помогли нам воплотить нашу задумку. Мы на самом заборе продолжаем паттерн фасада нашего бизнес-центра. Сейчас, конечно же, это очень тяжело считать, потому что еще структуры здания нет, но мы уже говорим о том, что будем строить, и, соответственно, это будет сейчас нанесено на сам забор, и большие рендеры, расположенные вдоль улицы Валдемара, будут рассказывать о наших функциях. Будут ли какие-то, я не знаю, произведения искусства, там, скульптуры, какие-то прочие вещи, услаждать взгляд работающих, отдыхающих? Я думаю, что это вопрос времени, интегрируемые скульптуры и арт-объекты. На данный момент у нас больший фокус был на благоустройство, на проектирование универсального стандарта проектирования. Это моменты, включающие такие важные концепции, когда люди с ограниченными возможностями, молодые мамы с колясками и дети, они имеют возможность перемещаться по всей территории данного проекта без каких-то осложнений, потому что нет разных уровней, порожков или же необходимость, в принципе, просить о какой-то помощи. И даже наш упомянутый пятый этаж со всей инфраструктурой, он тоже приспособлен для людей с ограниченными ответственностями, и проектирование включало в себя этот универсальный стандарт. То есть мы запроектировали специальный лифт для инвалидов с первого уровня, они смогут подняться на пятый этаж, точно так же, естественно, проводить свой досуг на пятом этаже, и если возникает необходимость и желание, они тоже смогут воспользоваться инфраструктурой спортивной, и наша инфраструктура запроектирована так, что все сетки и установленные на спортивной площадке могут быть легко переоборудованы для инвалидов. Здорово. Это, конечно, безусловно, важно. Хорошо, огромное спасибо Ирине Вильяме, директору по развитию прессы Снамо Квартал. С последние минут 20 мы беседовали о том, что вырастет на месте бывшего Дома Печати, а вырастет, безусловно, красота. Город Сад. Город Сад, Манхэттен. Рижский Манхэттен, таки ему быть в Пардаве. Еще раз огромное спасибо Ирине, удачи и обязательно на связи. Мы помним, вы нам пообещали что-то интересное, если найдете на месте строительства, нам сообщить первому. Успеха и хорошего дня. Что ж, мы продолжаем после паузы. Мы вернемся в эфир с очередным гостем и поговорим об инвестициях. Куда инвестировать в наше непростое время, расскажет об этом Артур Костин, руководитель Алтеро.